Пророчество преподобного Лаврентия Черниговского Пророчий Божий Илья и праведный Енох, они со мной беседовали в последних судьбах мира, России, православном царе и антихристе, и еще сказали, что придет со мной беседовать святой апостол Иоанн Богослов. В 1949 году ночью святого старца Лаврентия удостоил посещением евангелист Иоанн Богослов. Это было 26 сентября по старому стилю. Они беседовали около 7 часов. Святой евангелист дополнил сказанное пророком Ильей и праведным Енохом и поведал о явлении Христа Господня, воскресении мертвых и страшном судьбе Христовым. Сдержавший обильно Всесвятого Духа Божия, старец Лаврентий часто беседовал со своими чадами в последних временах, предупреждал, что нужно быть бдительными и осторожными, так как антихрист близко. Говорил преподобный, что такая будет война всемирная, что никто не останется, разве только в ущелье, и будут драться, и останутся два или три государства и решат, давайте изберем одного царя на всю вселенную, и изберут. И в последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются и бегут вслед за ними. В грядущем антихристе просвещенный Святым Духом Старец говорил такие слова, будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле, и будут строго переписывать людей. Батюшка говорил, вот сейчас голосуем, то левой рукой брось, это ничего, да еще не за одного во всем мире, а если будут голосовать за одного, это уже он самый, и голосовать нельзя. Будет война, продолжал батюшка, и где она пройдет, там людей не будет, и война третья всемирная, уже будет не для покаяния, а для истребления. Сестра говорит, хорошо, что война, потому что к числу мучеников будут причислены, а батюшка возразил, нет, если верующие и омоются кровью, то придутся к числу мучеников, а если неверующие, то пойдут в ад. Так это и погибнуть можно, сказала сестра. А батюшка ответил, слабых Господь заберет, а другие очистятся болезнями. Будут такие, что на войне омоют грехи своей кровью и причутся к числу мучеников. А самых сильных Господь оставит для встречи с ним, и пока не восполнится спасающимися число свидетелей Божьих, разоренное отпадением части ангелов Господь не придет судить. Но последнее время Господь и живых, записанных в книгу жизни, причиснет к числу ангелов недостающего счета, отпавших. Полна бездна людских душ, и на землю вытянут бездну. Все бесы повылазят и будут люди, которые не будут ни креститься, ни молиться, а только убивать людей. А убийство – первородный грех. Бесы будут стараться как можно больше людей прельстить этим грехом. Последнее время бесов в аде не будет. Все будут на земле и в людях. Будет страшное бедствие на земле, и даже воды не будет. Потом будет всемирная война. Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни плавятся. Огонь и дым пылью будет до неба, и земля сгорит. Людей останется очень мало, и тогда начнут встречать «Долой войну» и поставить одного царя. Выберут царя, который будет рожден от блудной девы двенадцатого колена. Когда в царской мантии будет ехать на колестнице и дойдет до сада, сойдет с нее и пойдет по саду прогуливаться, размышляя, как ему строить свое царство. Вдруг откроется бездна, появится вода, и из воды как будто кто-то выплеснется. И ему покажется, что кто-то у него сзади. Он опленется назад и увидит страшное страшилище. И в испуге крикнет, открыв рот. В этот момент вселится в него бес, и с той поры он станет антихристом. Антихрист сядет на престол в Иерусалиме. Сейчас зеница связаны в аду, и Господь его развяжет, и он вселится в царя антихриста. Антихрист будет обучен всем сканинским хитростям и будет давать знамение ложное. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Блажен и приблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерского лица антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных глаз, тот прелестится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном окне. Они же спросили старца, как шоссия будет? Святой Старец ответил со слезами. На святом месте будет стоять межность запустения и показывать скверных обольстителей мира, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится Антихрист, и весь мир увидит его одноразово. Отцы попросили святого, где на святом месте? В церкви? Преподобный ответил. Не в церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для привлечения людей. Многие скажут, нам нужно смотреть и слушать новости. Вот в новостях-то и явится Антихрист. Он своих людей будет штамповать печатями, будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которая откажется от печати сатаны. Сначала начнутся гонения на Иерусалимской земле, а потом по всему миру прольется последняя кровь за имя нашего Иискупителя Иисуса Христа. Печати будут такие, что сразу видно будет, или принял человек, или нет. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте, Господь своих чад не оставит, бояться не нужно. Церкви будут, но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься бескробная жертва Иисуса Христа, а там будет все сатанинское сборище. И вот за это беззаконие земля перестанет родить, от бездорожья все потрескается, даст такие щели, что человек может упасть в них. Христиан будут умерфлять или ссылать в пустынные места, но Господь будет помогать и питать своих последователей. Евреев также будут гонять в одно место. Антихрист будет короноваться, как царь в Иерусалимском великолепном храме, с участием духовенства и патриарх. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека, но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы перестить. При короновании Антихрист будет в перчатках. Когда будет снимать их, чтобы перекреститься, то патриарх заметит, что у него на пальцах не ногти, а когти. И это послушает к большему уверованию, что это Антихрист. При его короновании, когда будет читаться символ веры, он не даст его правильно прочесть, где будут слова Иисуса Христа, Сына Божия. Он отречется от этого и признает только себя, и при этом патриарх поскликнет. Это Антихрист, и за это будет умершлен патриарх. Сойдут с неба пророки Енох и Илья, которые также будут всем говорить, что пришел Антихрист. Это Антихрист, не верьте ему, и он умерцвит пророков, но они воскреснут и вознесутся на небо. Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в России, не защитили помазника Божия царя, церкви православные и монастыри, сонного мученика, бесповедника святых и все русское святое, презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие, и что много лет восхваляли и ублажали и ходили на поклонение разрушительной страны, советско-безбожному идолу, а также и кумиру Сталину, почитая его имя бессмертным. Батюха сказал, что когда Ленина бесы втащили в ад, тогда бесам было большое ликование, то же слово в аде. И еще добавил, что когда Сталин в ад придет, то же самое будет, погибнет память их с шумом. Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство, покормлять его будет царь православный, Божий помазанник, царь будет от Бога. В России исчернут все расколы и ереси, гонения на церковь православную не будет. Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное предантительство во время. Просеял великий полк мучеников и исповедников, начиная с высшего духовного и гражданского чина, митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного детяти, кончая мирским человеком. Все они умоляют Господа Бога, царя сил, царя царствующих, пресвятей Троицы славиму Отца и Сына Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия жребий Царицы Небесной, и она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. Весь сон святых русских с Богоройцей просит пощадить Россию. В России будет процветание веры православной и прежнее ликование только на малое время, ибо придет страшный судья судить живых и мертвых. Русского православного царя будет бояться даже сам Антихрист. При царе будет Россия самое мощное царство в мире, а другие все страны, кроме России и славянских земель, будут под властью Антихриста и испытают все ужасы и муки, описанные в Священном Писании. Россия, кайся, прославляй, рекуя Бога и пой ему Аллилуйя.